Hey, what's up, mates! Сегодня я расскажу вам о том, как фильмы или сериалы от Netflix помогут вам прокачать ваш английский Введу в курс дела расскажу про то, что такое Netflix в целом для тех, кто не в курсе так сказать, познакомлю вас с самым гениальным решением интернета за 21 век Ну а самое главное сегодня я подскажу вам фильмы и сериалы от Netflix которые вы можете посмотреть вот уже сейчас полностью и мы разберем их с вами на полезный английский Кстати, чтобы вы прямо сейчас уже были на чеку в конце видео будет конкурс в котором вы сможете выиграть подписку на Netflix на целый месяц так что досматривайте видео до конца Вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom меня зовут Мэй и мы начинаем Кратко про Netflix Итак, что такое Netflix? Ну это и так, на всякий случай если ты вдруг о нем раньше не слышал Netflix это стриминговый сервис который крутит различные фильмы, сериалы, шоу но это не всегда было так Изначально это была компания по видеопрокату а на западе такие сервисы были довольно популярны ну скажем, топ-сервисом в то время была сеть Blockbuster Раньше Netflix не особо пользовался спросом потому что, да, прокат все-таки производился по подписке но вам в то время доставляли бы видеокассеты и компакт-диски прямо домой по почте Представьте открыть почтовый ящик и увидеть там новую серию Как я встретила вашу маму А че, я бы порадовалась Почему бы и нет? Ну вы понимаете, да что такой вариант был не самый удобный и как только интернет-технологии стали развиваться компания сразу же двинулась в эту стезю И не зря Теперь этот сервис настолько популярен что он даже сам уже выпускает свои эксклюзивные фильмы и сериалы Но вообще, если говорить на более глобальном уровне Netflix сейчас воспринимается как целая культура а не просто сервис, по которому ты смотришь какие-то шоу Ведь действительно, этот сервис подарил миру такие культовые сериалы что они непременно оставили свои отголоски в нашей современной культуре Да и вообще, само слово Netflix имеет очень много значений Это может быть и глагол, и существительный и прилагательный, и все, что вы вообще захотите Одно лишь слово Netflix может означать проводить целый день перед телевизором Да, целое предложение Или же Netflix также очень часто является синонимом к слову прокрастинация А у некоторых вообще Netflix – это целая жизнь Например, можно сказать Я провела за Netflix все выходные вышел новый сезон моего любимого шоу Вот не надо мне сейчас говорить что вы так никогда не делали Для меня самой было открытием узнать что Netflix может даже считаться валютой То есть один Netflix равен двум подпискам на Netflix Представляете? Я реально, я не знала об этом Ну и как же при этом забыть про фразу Netflix and chill Только, ребят, если вам такое предлагают то будьте осторожны потому что это не совсем означает смотреть Netflix и отдыхать Эта фраза, она вроде как приглашение на, ну знаете Make some magic happening going on Have some fun time Короче, за подробным объяснением смотрите в Urban Dictionary Вам там точно все ясно и четко скажут Не то, что я Так что, как видите Netflix прочно заселся в современной культуре и определенно является ее неотделимой частью И на Netflix очень хорошо можно учить английский Во-первых, потому что это огромная база с различными медиа на любой вкус Выбирай что хочешь и смотри Во-вторых, перевод на русском на Netflix появился вот только вот недавно И поэтому все самое свеженькое и горяченькое вам придется смотреть только на английском Ну и в-третьих, в премьеры на Netflix сразу встроены английские субтитры Так что вам будет гораздо легче выписывать различные слова или фразы чтобы потом их выучить Ну или следить за текстом если речь носителя вам еще тяжеловато дается Ну а теперь давайте мы с вами разберем обещанные новинки которые вы в скором времени сможете посмотреть на Netflix Ну и начнем мы с вами, пожалуй, с сериалов Сериалы Netflix это что-то очень особенное потому что это одни из самых культовых популярных и интересных сериалов которые есть Они попадают в топы по рейтингам А критики всегда имеют неоднозначное мнение по их поводу Ну просто приведу пример Наверняка многие из вас смотрели Очень странные дела Я да, обожаю Но речь у нас сегодня не о них Мы о них уже говорили как-то Сегодня мы с вами затронем последние и грядущие яркие премьеры Первым сериалом, который мы с вами сегодня разберем будет The End of the Effing World который, я уверена, на русском вы обнаружите как конец этого чертового мира Несмотря на такое эксцентричное название сериал вполне себе канает за такую романтическую мелодраму для подростков с искрометным черным юмором яркими персонажами Ну и, конечно же, налаженным повествованием На самом деле это экранизация комикса про двух подростков Один из которых это Джеймс с травмой из детства и диким желанием убить кого-то А вторая Алиса Типичный подросток-бунтарь со своими проблемами тараканами в голове и желанием самовыражаться И вот завязка как раз таки и происходит на том, что вот этот Джеймс психопат хочет убить Алису и сбегает с ней от серых будней на поиски ее отца По началу это может показаться как какая-то crazy мелодрама и вообще, о боже мой, что там такое происходит Но на самом деле все куда проще и в итоге все превращается в романтическую подростковую комедию Легка кровавую черную комедию, но все же И да, для слабонервных предупреждаю заранее там довольно много strong language Watch out I'm James I'm 17 And I'm pretty sure I'm a psychopath When I was 9, I put my hand in a deep fat fryer I wanted to make myself feel something School was beneath me But it was a good place for observation and selection I had a plan I was gonna kill someone Hey И первые слова на сегодня Was beneath me Что переводится как Ниже меня Ну или Недостойно меня Или же Не дотягивай до моего уровня Вообще, beneath – это предлог, который переводится как под А фраза to be beneath something означает находиться под чем-то физическим Но если что-то находится beneath you Это значит, что вы выше этого И вот это что-то, оно просто не дотягивает до вашего уровня You are right It's beneath me to be in the same place with them Ты прав Находиться с ними в одном месте ниже моего достоинства Observation – наблюдение Происходит от глагола to observe – наблюдать От этого глагола исходит такое знакомое всем нам слово как observatory Observatory Кстати, observation еще можно перевести как замечание что будет синонимом к наблюдению Люблю это слово Это чудак, отморозок, стремный, шизанутый Короче, человек со странным поведением нетипичный для окружающих И может быть даже человек с какими-то странностями Причем это слово интересное, потому что оно может иметь как безобидное значение, а может также являться и оскорблением Все зависит от контекста Слово lift в привычном всем нам значении переводится как поднимать что-то И вы, наверное, сразу вспомнили всем хорошо известный лифт Так вот, знайте, что он так называется только потому что вы на нем поднимаетесь И да, нам все равно, что вы на нем еще и опускаетесь мы этого внимания не принимаем Но, если вы скажете To give you a lift то это уже будет означать подвести It's too far, let me give you a lift Это слишком далеко, позволь мне тебя подвести Мечта любой девчонки, да? А вообще сериал подойдет тем, кто хочет подучить немного молодежного британского английского Ну, со всяким сленгом и крутыми идиомами Кстати, современный британский вы теперь можете услышать и на нашем канале Посмотрев видео с Брэдли Ссылочку вам оставлю в описании или вот кликайте вот сюда Ну а мы переходим к следующей новинке Sex Education Ой, как я люблю этот сериал Sex Education Sex Education Это еще одна британская новинка от Netflix которая просто завоевала сердца зрителей Название сериала переводится как Половое воспитание В центре сюжета подросток из старшей школы по имени Otis который помогает своим одноклассникам разобраться со своими проблемами в личной жизни давая им советы сексолога Ну и сам он параллельно тоже решает всякие сложности в своей жизни На самом деле сериал очень смешной Он просто полон всяких забавных и курьезных моментов И там повествование более легкое, чем в предыдущем сериале Помимо этого там, конечно, меньше черного юмора и мата Ну а вообще сериал будет довольно интересен как подросткам, так и взрослым И не только интересен Я бы даже сказала, полезен Ну и, конечно же, там будет любовь и романтика Куда же мы без нее? В феврале, кстати, выйдет второй сезон этого сериала Ну а пока он не вышел У вас еще есть достаточно времени чтобы посмотреть первый и выучить много полезных слов Это может быть внимание, а также что-то может привлекать или же притягивать к себе что-то другое Ну, к примеру, моль привлекает свет А вот пчел привлекают цветы Эти цветы будут привлекать пчел Но в контексте сериала это человек который может быть привлекательным ну или же его кто-то привлекает Вы могли слышать слово attractive в значении привлекательный И это, кстати, чаще касается женщин She is really attractive Она очень привлекательная Ну а если вы хотите сказать, что какой-нибудь мужчина привлекательный, то тут лучше сказать handsome Берите на заметку, chicks To engineer В прямом значении переводится как проектировать что-то сложное обычно связанное с наукой Но этот глагол можно применять и тогда когда вы параллельно занимаетесь несколькими вещами и каждый проект вы при этом детально планируете Ну а в переносном значении To engineer the relationships может означать спроектировать или запланировать отношения То есть устроить все так чтобы все было по-вашему так как вы хотите Так не бывает, ребята К сожалению Короче говоря, сериал легкий и довольно быстро смотрится Но лексика, конечно, может быть немножко сложноватая Особенно те моменты, когда дело доходит до терапии Но что касается британского молодежного сленга тут очень многое можно подчеркнуть Так что советую вам посмотреть наверстать упущенное пока не вышел второй сезон а то вдруг еще спойлеров нахватаетесь потом Кстати, вы знаете, где еще можно учить английский по сериалам? Да-да, именно в EnglishDom Там на уроке с преподавателем вы сможете разобрать последние новейшие крутейшие сериалы зацепить лексику из них а также применить ее на практике в общении с преподавателем А дополнительно вы сможете попрактиковать свою лексику из фильмов и сериалов в электронном учебнике ED Class Заниматься на нем удобно, современно а также интуитивно понятно что не вызовет у вас кучу проблем В этом учебнике вы сможете строить диалоги как персонажей из друзей ну или же учить лексику настоящего ведьмака Круто же? Поэтому не затягивайте с этим переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на свой урок с преподавателем И не волнуйтесь, это бесплатно А при покупке любого пакета обучения вы еще и сможете бонус получить до четырех уроков в подарок Ну это так я, к слову Поэтому помним, да? Либо переходим по ссылке в описании или же кликаем вот сюда И вперед! Учите английский интересно по сериалам и фильмам Да-да, знаю Мы уже в одном выпуске затрагивали этот сериал и говорили о том, кто такие ведьмаки вообще и что можно подчеркнуть из этого сериала Но это одна из крупнейших премьер года а шоураннеры сериала постоянно кидают нам всякие диалоги и сцены так что мы не могли просто его не разобрать сегодня Для тех, кого эта информация обошла стороной напомню, кто такие ведьмаки и почему этот сериал стоит посмотреть Ведьмак это сериал про приключения Геральта из Ривии который... является ведьмаком Да, как неожиданно Witchers это такие mutants которые были изобретены, чтобы бороться с монстрами В общем, получилось так, что фанаты ведьмака разделились на три лагеря игровой, книжный и сериальный Последних, наверное, можно отнести к фанатам Генри Кавилла И вот тут вот началась война в соцсетях Одни кричат, что Геральт в сериале не похож на Геральта из игры Третьи кричат, что образ Геральта плохой в сериале потому что в книге он был вот такой а здесь его нам показывают вот таким А Netflix только и успевает всем отвечать что это их своеобразный взгляд на произведение Анджея Савковского Это не обязательно должно совпадать с тем, что было в игре или что было в книге И все они отчасти правы потому что интерес к книге возрос как раз таки из-за игры но при этом сама книга тоже довольно интересная Короче, если вы фанатеете по Властелину колец ну или же скучаете по Игре Престолов думаю, этот сериал будет для вас потому что здесь тоже войны, монстры и навороченный, закрученный, интересный сюжет По крайней мере, те, кому удалось глянуть первые серии уже оставили кучу восторженных отзывов Отклонить или уволить Но иногда и решить, что что-то не очень важно К примеру They dismissed our offer Они отклонили наше предложение Кстати, очень часто слово dismiss можно услышать в отношении всяких юридических дел ну или же в здании суда The Supreme Court has decided to dismiss the petition Верховный суд принял решение отклонить просьбу После просмотра, как избежать наказания за убийство я только и мечтала о том, чтобы хоть когда-нибудь где-нибудь такое произнести Unleash означает развязать или выпустить какую-то необыкновенно сильную мощь которую при этом нельзя контролировать Обычно применимо к таким вещам, как война природные катастрофы, взрывы В общем, если коротко, какая-то губительная сила Это такие бедствия серьезного широкого масштаба которые заставляют страдать довольно многих Кстати, еще в этом трейлере Геральт произносит такую известную всем фразу по книгам и играм и она звучит так В общем, в «Ведьмак» ожидается такой достойной заменой Игре престолов а может быть даже более совершенной версией Поделитесь с нами в комментариях ждете ли вы этот сериал Пришла пора поговорить про фильмы от Netflix Их в этом видео будет всего два но они уже навели довольно много шума и плюс к этому за них взялись довольно крупные режиссеры Первый фильм – это картины от Мартина Скорсезе «Ирландец» со знаменитым Робертом Де Ниро, Аль Пачино и еще другими звездами «Irishman» – это такая ода старым фильмом про мафию и мафиози Для тех, кто скучает по крестному отцу и клану Сопрано, вообще будет отлично Да и, в принципе, это такой крутой проект от Netflix от великого режиссера Стеф У этого слова много значений потому что оно используется как существительное как прилагательное, так еще и как глагол Представляете, какое многофункциональное слово? Как существительное мы с вами уже слышали выражение working stiff Это значит обычный работящий обычный простой работяга который, может быть, даже не особо хорошо оплачивается Можно сказать даже, что он более близок к рабочему классу То есть, по сути, рабочий класс Стеф в этом смысле просто используется как синоним к слову person Ну, то есть, обычный человек Вы можете сказать Jack is a lucky stiff Это будет то же самое, что сказать Jack is a lucky guy Jack счастливчик Че-то там повезло ему в чем-то в жизни Как прилагательное же, слово stiff в отношении человека или предмета может означать жесткий либо грубый Вот такой прям именно несгибающийся негибкий, можно сказать Вот давайте приведем пример Обычно она более мягкая Но в вопросах, касающихся работы, она жесткая И если продолжать вот эту логическую цепочку То слово stiff как прилагательное еще может означать что-то очень сильное Вот такое вот интересное слово с тысячей значений Пойди попробуй все выучи Это называется английский во всей своей сущности просто Еще одна классная фраза, мне она прям запала в душу To take a shine on somebody Это значит, что тебе кто-то вот прям сразу с первого взгляда понравился И нет, ребята Это не обязательно должен быть романтический контакт Просто вот бывает такая ситуация что ты знакомишься с человеком и у вас что-то кликает вот между вами с первого же взгляда И если кто-то took a shine to you Это значит, что вы с ним на одной волне прямо с первой же встречи I don't know why I spent so much time with her She just took a shine to me Я не знаю, почему я провожу с ней столько времени Она мне просто понравилась И я сейчас говорю про свой кофе именно так Давайте мы закроем с вами глаза на грамматику Дело идет о любви Понятно, мы говорим о любви сейчас О искренней любви И последний фильм от Netflix Который, кстати, сейчас смотрят многие Это фильм Six Undergrounds от режиссера Майкла Бэя Майкл Бэй виртуозный мастер блокбастеров И даже если вы не слышали это имя ранее то вы наверняка смотрели такие его работы как Трансформеры, Кэрл Харбор, Плохие парни и на самом деле еще множество других фильмов тоже от него И любовь Бэя к спецэффектам настолько сильна что это даже стало шуткой И ее сейчас часто подчеркивают и упоминают во всяких комедийных сериалах и мультфильмах Ну а сегодня мы с вами затронем его фильм который перевели на русский как Призрачная шестерка И сюжет довольно нестандартный Это история про миллиардеров которые вдруг в один момент резко решили инсценировать свою смерть и стать секретной группой по борьбе с терроризмом Вот так вот завернули Слово flow Я думаю многие из вас его уже слышали и в рэпе сейчас есть свой flow и на работе у нас есть так называемый workflow Короче, свой flow сейчас есть в каждой современной компании это я вам точно говорю Ну ладно, вот эти всякие сленговые значения их можно всегда в urban dictionary подсмотреть но давайте мы с вами разберемся откуда вообще пошло это выражение Вообще это слово переводится как поток и течение и вот поэтому оно как раз связано с таким неразрывным процессом какой-то такой текучкой То есть если у вас происходит какой-то процесс вы чем-то заняты и у вас мысли текут одна за другой вот такой вот просто поток мыслей и идей это вполне можно назвать flow Я сегодня не могу выйти Я только что словила ход мыслей и не хочу его упустить Вот бывает такое Так обидно в такие моменты To ruin Разрушать, портить или уничтожать Причем это слово может быть использовано как в прямом, так и в переносном смысле Вы можете разрушить чьи-то планы, чей-то flow а может быть и целый день Как вы так можете, а? Пожалуйста, не портить мои планы Я так долго этого ждала Но знаете, ребят, если честно, ерунда все вот эти вот flow, ruin и так далее Фильм надо смотреть хотя бы из-за Райана Рейнольдса Потому что он всегда на 100% вкладывается в свои роли со всем своим юмором и профессионализмом Обожаем Райана Рейнольдса всей толпой Вы только зацените вот эту рекламу И на сегодня это все А теперь, внимание, конкурс Призом которому, как я уже говорила будет подписка на месяц на Netflix Условия максимально простые Подпишитесь на наш канал Досмотрите вот это видео до конца Поставьте ему лайк Ну а самое главное Напишите в комментариях ваш любимый фильм или сериал И выпишите оттуда пять самых популярных слов Нам будет очень интересно почитать Победителя мы определим случайным образом И напоследок хочу вам напомнить Что учить английский весело и увлекательно можно на уроке с преподавателем в EnglishDom Ведь там вы будете обсуждать любые интересующие вас темы Будь то Мстители, сериал Друзья или любая новинка от Netflix Разве это не круто? Так что скорее нажимайте на кнопку которую вы сейчас видите у себя на экране и записывайтесь на свой первый пробный урок И, кстати говоря, это абсолютно бесплатно Ну а я с вами прощаюсь До скорых встреч Bye!